Они воевали за себя и для нас, их потомков. Теперь пришла и наша очередь беречь их, как зеницу ока. Только в наших силах сейчас уделять им должное внимание и поддержку, в которой они теперь так нуждаются. К сожалению, на сегодняшний день у нас в Брестской области осталось чуть больше 400 ветеранов всего лишь, по городу Брест их 110. И, к сожалению, опять же, это число ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. И это те единственные на сегодняшний день люди, которые видели воочию, своими глазами, что происходило в те страшные годы. И только они могут достоверно рассказать и нам, и молодежи, которая сегодня во многих вопросах, к сожалению, сомневается, вот как это страшно, когда идет война, какие последствия могут быть после нее. Ровным строем, по-воински торжественно и с музыкой поздравила 38-я десантно-штурмовая бригада, ветерана флота, капитана первого ранга в отставке, автора книг, а главное – человека, пережившего блокаду Ленинграда Валерия Касатонова. На его долю выпало взглянуть в лицо войне и смерти, будучи еще четырехлетним мальчишкой. Блокадный Ленинград, потеря отца, бесконечные бомбежки, страх и голод. Как говорит он сам, выжил он только благодаря любимой тете и маме. Мама наша работала в воинской части. Мы жили почти в самом центре, на углу Невского проспекта, улица Гоголя, это первая улица от дворцевой площади. И в нашем доме расположился морской отряд. И мама, значит, с помощью моряков работала в Адмиралтействе. Там она была, она такой с хорошей крестьянской закалкой, она была и разнорабочей, и там, значит, на кухне помогала, и дворникам и так далее. И, видя ее такую работоспособность, ее иногда допускали мыть котлы. Это было большое счастье. И вот подгоревшие пшеные каши, которые, знаете, отскоблили от котла, она приносила, и мы ей питались. С песней и от души поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Романенкова, представителей Ленинской администрации и коллеги с его работы. Владимир Миронович – артиллерист, участвовал в боевых действиях на Третьем Белорусском и Первом Украинском фронтах, участвовал в освобождении Польши, брал Берлин, был ранен. Но все это было не зря. Его любят и ценят не только дети, внуки и правнуки. Его коллеги тепло отзываются о нем и по сей день, а не частые гости в его доме. Владимир Миронович работал в Термобресте с создания предприятия с 1990 года по 2020, по 2002. Его на предприятии вспоминают до сих пор. Миронович, всегда именно так, душевный человек, всех помнит. До недавнего времени каждый день рождения он звонил, поздравлял сотрудников с днем рождения. И вот с 2002 года не работает, но удивляется, он звонит и поздравляет. И всегда находит для каждого сотрудника какое-то душевное слово, слово поддержки. Вот такой замечательный наш бывший работник. Чему мы можем поучиться у ветеранов, так это любви к жизни и огромному искреннему желанию жить дальше. Главное – бережите здоровье. Без здоровья никуда. Видите, как надо жить, жить, надо веселиться, надо крепиться, надо восцветать молодое поколение. Вот какая наша задача – восцветание молодых людей, чтобы они были божественными, чтобы они были героями нашей Белоруси. Всего вам доброго, спасибо вам за все, что вы молодцы, что вы так хорошо отнеслись к ветеранам великой страны.